Зима проверяет готовность сферы ЖКХ к работе. Это аксиома. Также безоговорочно она экзаменует все сферы жизни и испытывает людей на платежеспособность. Мы попытались подсчитать, где с наступлением холодов горожанам придется тратить больше. Результаты смотрите прямо сейчас. До Нового года еще далеко, но зима уже приносит сюрпризы, пока не очень приятные. Предприниматель Ольга удивилась, получив очередной счет за электроэнергию. Отопление производственного цеха тепловыми пушками увеличило сумму в платежке более чем в 4 раза. Если летом мы не включали отопление, как на улице у нас было тепло, мы тратили на электроэнергию порядка 1300 рублей. Сейчас еще нет таких холодов, как будет зимой. Мы уже тратим порядка 8000 рублей. Сейчас только в ноябре температура за окном минус 22 градуса. Представьте, что будет минус 30 и минус 40. Альтернативный источник тут установить невозможно, так что вся надежда на электрообогреватели. Запустят зиморуку в карманы всех иркутян. Жители областного центра и еще нескольких городов при Ангаре теперь платят за отопление по факту. То есть летом 0 рублей, зимой несколько тысяч. Готовятся к сезонным расходам и автомобилисты. В регионе зарегистрировано 870 тысяч машин. Каждый водитель потратит на своего железного коня минимум 10 тысяч рублей. Увидеть двигатель в таком виде можно будет теперь не скоро. На ближайшие несколько месяцев автомобилисты позакрывают их автоодеялами. Это такой гаджет для машин. Ну и вообще для автомобиля зима не очень хорошее время. Особенно если он живет на улице. Это бесконечные холодные пуски машины. Для двигателя это очень плохо. И, конечно же, постоянный прогрев двигателя. Бензин просто вылетает. В том, что зима преподнесет сюрпризы, не сомневаются и в МЧС. Мобильный пункт обогрева в полной готовности. Спасатели готовы разбить его на любом участке трассы, если дорогу придется перекрывать из-за непогоды. Климат в Сибири резко континентальный, а следовательно, морозы могут резко меняться оттепелью. Это чревато гололедом. Администрация Иркутской географии узнает. Поэтому дорожная техника готова, необходимый запас реагентов есть. В целом же, по прогнозам синоптиков, катаклизмов ждать не следует. Нехарактерных холодов, собственно, как и аномального тепла, они не предсказывают. Давид Азизов, Андрей Назаров, Виктор Черкашин. Новости по будням.